Ежегодно в нашем городе проходит благотворительная акция «Елка желаний». Ее цель – подарить маленьким саровчанам настоящее новогоднее чудо. В этом году о своих заветных мечтах написали 45 детей из 11 семей. Ребята из малообеспеченных и многодетных семей с ограниченными возможностями здоровья. Дети участников специальной военной операции. В роль Деда Мороза выступили депутаты и предприниматели. Не остались в стороне и сотрудники администрации. Глава города Алексей Сафонов по традиции снял с «Елки» два шара. А его заместители исполнили мечты ребят из двух многодетных семей. Эмоции от этой акции всегда традиционные. Это нежность, это тепло, это участие в волшебстве и некая близость к Деду Морозу. И вообще близость к детству, когда есть ощущение, что то, о чем ты мечтаешь, оно может сбыться. И поэтому, конечно, я всегда принимаю участие в этой акции. И понятно, почему я беру два шара. На самом деле удивительно положительные эмоции, позитивные. Как часто мы делаем подарки друг другу по поводу, без повода. Здесь просто потрясающая какая-то гамма эмоций. И когда видишь глаза деток, и когда читаешь их обращения, на самом деле они вполне детские, они вполне земные, реальные. Приглашаю принимать участие в этой акции. В этом году впервые к «Елке желаний» присоединилась клиническая больница номер 50. Главный врач Игорь Лошманов исполнил мечту многодетной семьи. Двое мальчиков загадали получить в подарок футбольный мяч и гирю. А две девочки – музыкальные игрушки. Помни себя в детстве. Всегда в новогодние праздники ждешь чуда, ждешь в исполнении твоей мечты, ждешь подарка. Мне приятно в этом году присоединиться к этой акции и выполнить чье-то желание. И вдвойне приятно, что эти детки из многодетных семей. И вдвойне приятно помогать именно таким деткам. Кроме того, желание семерых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, исполнили сотрудники спортивной школы ИКАР. А еще одна семья получила подарки от центра ЖКХ. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.